Добрый день, коллеги. Меня зовут Константин. Как Евгений меня представил, я сотрудник Esri CIS. И я хотел бы сконцентрировать внимание в нашем первом докладе на применении WebGIS в горнодобывающей отрасли и фокус на коробочном решении Portal for Argus, который сейчас входит в серверное решение Argus. Поэтому мы уделяем ему столь много внимания. Уже накоплено достаточно большое количество примеров использования. И здесь я их в презентации собрал. Надеюсь, что все успею за 15-20 минут показать. Прежде всего, что такое Portal? Это лишь один компонент в Argus Enterprise. Наверняка многие из вас уже знают, что Argus сервер сейчас получил новую реинкарнацию. И теперь это называется Argus Enterprise, что включает в себя несколько компонентов. Не только ядро системы Argus сервера, но также геопортальный компонент Portal for Argus, Argus Data Store. И вот это все вместе образует Argus Enterprise. Мы сейчас говорим именно о модуле Portal и что он позволяет в горнодобывающей отрасли. Какие задачи решать? Это, прежде всего, модуль как геопортальный модуль, конструктор веб-приложений, просмотрщик 3D на мобильных устройствах и в веб-браузере, плюс большое количество мобильных приложений для полевого сбора данных. Чем вообще хороша идеология с северной GIS или веб-GIS? Самый разнородный набор данных от трехмерных данных, табличных данных, тяжелых снимков, кадровских данных, облаков точек, мы можем свести в некоторый стандартизированный набор веб-сервисов с обработкой данных на сервере и быстро предоставлять конечным пользователям результаты. Задачу создания веб-сервисов решает E2 Argus Server. Наверняка большинство из вас с этим продуктом знакомы по работе или слышали как минимум о нем. А как обстоят дела с тем, чтобы отображать данные? Еще несколько лет назад преимущественно все писали свои кастомные веб-приложения, мобильные приложения, но сейчас ситуация коренным образом изменилась, и вот этот модуль Portal for GIS позволяет решать множество, большинство, можно сказать, задач, и при необходимости дописывать поверх уже узкие кастомные вещи, которые необходимы в вашей работе. Что такое Portal? Это не какое-то отдельное стоящее веб-приложение. Это на самом деле коллекция мобильных веб- и настольных приложений. Вот здесь я представил их название и иконки, которые входят в Portal. Есть приложения, которые рассчитаны на сугубо GIS-специалистов. Есть для них GIS-пользователей, которым нужна карта, отображение данных и так далее. Есть для полевых бригад. И есть для менеджмента, например, для отображения на планшете каких-то ключевых данных. В общем-то сейчас мы потихонечку посмотрим разные примеры использования этого модуля. Но прежде всего Portal организует контент. То есть все, что вы публикуете на сервер, какие приложения бы вы не создавали, сохраняли бы файлы. Это все хранится в портале, доступно для поиска, по дате, по пользователю, по типу данных. И вот в новой версии появились так называемые категории. Категории – это очень интересная вещь. И можно сказать, что многие геологи, условно, спрашивали нас о такой функциональности. Это создание собственных категорий, иерархического списка для структурирования ваших данных. Вот здесь у меня представлен слайд. Например, у меня на портале хранятся снимки базовой карты. Дальше я говорю, что у меня есть масштабы 1 к 100 тысячам, 1 к миллиону, 1 к 200 тысячам и так далее. И разбиваю, например, их. И дальше вписываю категорию. Принадлежность к какому-то региону. Или задаю категорию «геологические карты» и прописываю. У меня есть геологические карты такого, такого и такого вида. Создав такой иерархический список, дальше каждому элементу новой карты, которая у меня появляется на портале, я присваиваю соответствующую категорию. И что это нам дает? Это дает крайне удобный поиск элементов на портале. То есть элемент портал в том числе является поисковой системой. Соответственно, если у вас большое количество карт, и вы создали такой иерархический список с категориями, дальше поиск этих карт вам будет облегчен во много-много раз. Это новая функция, которая появилась здесь в 6.1. В принципе, кто работает с порталом, может ее попробовать. Далее, что может быть интересно, это так называемое умное картографирование, когда вы оформляете данные не в десктопе, а на основе веб-сервиса, оформляете это прямо в браузере. Доступны самые различные стили, и в том числе динамическая кластеризация. То есть вы можете взять атрибут категорийный, атрибут количественный, и сразу на веб-карте для определенного пользователя показать ту карту, которую он хочет видеть. Естественно, для сложных геологических карт это не работает, но если у вас есть какие-то тематические данные, вот как у меня здесь представлены, то это отличный способ визуализации данных. Здесь первый пример, который я хотел бы привести. Отдельное спасибо пользователям из компании CastSync, которые в прошлом году сделали два очень интересных доклада, и это послужило источником большого количества примеров использования портал в реальной жизни. Вот такая задача. 28 тысяч скважин из системы Квайер опубликованы в виде сервиса, и необходимо отобразить это огромное количество точек на карте. Соответственно, пользователи как раз применили стиль умного картографирования цветом, отобразив данные по их возрасту, а с помощью динамической кластеризации смогли отобразить все 28 тысяч точек в едином слое путем кластеризации близких друг к другу скважин в единые такие кластеры. То есть это возможности порталов в действии с точки зрения оформления данных и кластеризации данных. Следующее, что есть в портале и что может быть применимо, это новый язык выражения аркада. Его можно сравнить с языком Python, например. Он работает в Pro, Argus Online и Argus Enterprise. Прямо в веб-браузере вы настраиваете определенные правила поведения для ваших атрибутов, символов и подписей. Давайте проиллюстрируем это на примере. Например, мы видим, что у нас есть глубина залегания кровли коренных пород равная нулю. Что означает ноль? Это нет данных или это определенное значение? То есть пользователь, который будет смотреть на такую карту со всплывающим окном, может не понимать, что это значит. С помощью простого правила условия мы можем прописать, что если ноль-ноль это нет данных и прям текстом вывести нет данных. А если это какое-то более отличное от нуля значение, прибавить обозначение, что это в метрах. В результате мы получаем более понятное для пользователя обозначение, что ноль это не просто ноль как значение, а это действительно нет данных. И вот такие правила могут быть самые разные. Еще один пример использования аркады. Например, у вас есть ID скважины, и вы добавляете в систему еще одну новую скважину с новым ID, или новый лицензионный участок с новым ID. Но также у вас есть сторонняя система документа оборота, которая по этому ID может выдать определенный документ, не запуская геобработку в пакетном режиме, чтобы создать гиперссылку на этот документ. С помощью динамического создания атрибута аркады вы можете сказать, что у меня есть общий адрес на систему документа оборота. К этому веб-адресу я всегда добавляю из поля ID номер, например, полигоны, или точки, или линии, и автоматически у меня формируется уже правильная гиперссылка на конкретный объект. И мы уже получаем во всплывающем огне динамическую гиперссылку. Как только у нас новый объект появляется, тут же эта гиперссылка автоматически генерируется за счет подставления вот этого обязательного поля ID плюс основной части гиперссылки. И еще один пример использования вот таких динамических выражений. Допустим, у нас есть год бурения, 1988 год, и необходимо отображать возраст скважины. Но от года к году возраст увеличивается. Нам надо помнить, что надо запускать калькулятор поля, например, в обычном случае, и всегда пересчитывать этот возраст. С помощью аркады мы можем создать динамическую функцию, вычислить текущую дату, вытащить из нее год, отними от поля создания этой скважины и получи текущий возраст. Соответственно, год прошел, у вас это автоматически обновляется. И это доступно не только как атрибут, но это также можно аркаду применить к оформлению и к подписям, что вот здесь и проиллюстрировано в качестве примера. То есть это такой безграничный инструмент, с которым можно генерировать разные алгоритмы. И если кому эта функциональность портала интересная, будет мастер-класс 25 октября у моей коллеги. Так что вы можете его найти в программе и изучить эту функциональность более подробно. Следующее, что позволяет портал делать, это работать с тяжелыми данными в виде космоснимков, данных с беспилотников, рельефом. В общем-то, данные публикуются на Argus сервер, но дальше надо с ними работать. Например, у вас есть разновременные снимки, выполнять поиск по снимкам. У вас есть мультиспектральные данные, можно выполнять анализ прямо в браузере, не прибегая к настольному продукту. Argus Desktop. Для этого используется портал в связке с модулем или имидж сервера. Давайте несколько примеров посмотрим. Это новый шаблон приложения, который опубликовали разработчики. У меня опубликованы на сервере мультиспектральные снимки. Доступен поиск по территории. Я выбираю определенную территорию. Дальше инструментами я могу, во-первых, отселитровать необходимый мне набор данных, то есть выбрать по дате определенный снимок и, в принципе, посчитать любой индекс. Это математическую операцию между спектральными каналами. В данном случае это индекс воды, так называемый, который позволяет вычислить автоматически водную гладь. И он, можете заметить, он в браузере прописывает, допустим, площадь. Ну и это такой творческий процесс. В принципе, какие вы индексы можете создавать, это лишь один из примеров. Суть в том, что вы это выполняете в интерфейсе веб-приложения, созданного с помощью шаблона приложения в портал в лордис. Еще один пример работы с тяжелыми данными – это данные рельефа, например. Во-первых, публикуя рельеф, на портале вы получаете стандартный набор инструментов по отображению всплывающих окон. В данном случае у меня во всплывающем окне было значение угла наклона. И на портале я могу динамически мой рельеф менять. Например, представьте в таком виде, где более яркие места означают более высокий угол наклона. То есть в зависимости от того, какую пользователь решает задачу, он может рельеф сразу отобразить. Либо в псевдоцветах, либо отмывкой, либо в градациях определенной цветовой шкалы. И это все делается динамически на сервере, а в портале вы получаете результат. То есть у вас появляется более гибкая с точки зрения визуализации система. Сейчас я попробую из черно-белого режима перейти в более понятный режим представления рельефа по цветам. И это я все выполняю в интерфейсе портала. Давайте эту задачу оставим. Соответственно, с точки зрения реального примера, опять же, пользователь Касцинка, источник презентации прошлого года, была выполнена беспилотная съемка с беспилотника, которая была дальше подготовлена, опубликована на Argus сервере с доступом через портал for Argus пользователям. И эти же данные послужили источником базовых данных для загрузки в мобильное приложение Argus Collector для дальнейшего геологического картирования и геохимической съемки. О чем чуть позже я тоже покажу пример. Еще один пример того, как мы можем работать с тяжелыми данными, мы можем совмещать на портале двухмерные и трехмерные данные. Для этого я открыл пример наших партнеров, которые создали приложение после съемки и обработки данных с беспилотника. Они опубликовали в Argus набор данных и совместили трехмерное и двухмерное отображение этих данных. Так как портал позволяет работать нам и с трехмерными данными, мы можем теперь одновременно просматривать наши модели как в двухмерном, так и в трехмерном виде и не только просматривать их, но также делать измерения. Например, можем померить определенную высоту, площадь и так далее. Соответственно, по работе с изображениями также будет отдельный мастер-класс, где вы подробно можете изучить какие-то новые функции Argus. Что касается мобильного сбора данных. В портале на самом деле коллекции приложений для мобильного сбора данных существует. Например, CastSync пользуется приложением Argus Collector и в прошлом году собрал почти 8000 точек для геологии и геохимии с помощью 11 планшетов. 30 человек в команде, 3,5 месяца это шла работа. Дальше результаты автоматически поступали на их корпоративную страничку, которая была создана конструктором приложения WebAbuilder внутри также Portal for Argus. Здесь их алгоритмы пропустим. Еще одна задача применения мобильных приложений это индонезийское представительство американской компании, которая занимается добычей медиа и золота. Они используют связку приложений для диспетчеров, которые назначают заявки, это левая картинка определенным сотрудникам. И правая часть, мобильное приложение выдает оповещение, что мне как сотруднику пришла заявка на инспекцию и открывается уже форма другого приложения для заполнения форм, который входит в портал. И он уже заполняет заявку, автоматически отправляет, диспетчер видит, что она выполнена. Формы также автоматически настраиваются под конкретную задачу. То есть в зависимости от того, какую задачу вы решаете, форма имеет свой алгоритм работы. Ну а результат они отображают в виде вот такого веб-приложения, которое создано конструктором WebAbuilder for Argus. Этот пример, извиняюсь за такой плохой скриншот, он был мной сделан на конференции пользователей Эзри, которая проходила в США в этом году, она ежегодно проходит. Турецкая компания использует мобильное приложение Explorer for Argus для своего топ-менеджмента и показывает стадии работы, георазведочных работ. То есть это приложение, которое ставится на планшеты, iOS, Android. И топ-менеджмент просто получает карту, видит статусы работы и также может оставлять комментарии и отправлять их автоматически обратно в систему, чтобы уже конкретно геоспециалисты видели какие-то пометки, заметки, которые делает им руководство. Соответственно, по мобильным приложениям также будет мастер-класс 25 октября. Что еще входит в портал? Это конструктор веб-приложений и настройка фокусных приложений без разработки под конкретную задачу. Можно создавать как двухмерные, так и трехмерные веб-приложения. Для двухмерных уже 62 инструмента доступно. И некоторые примеры. Это американский пример изученности территории. Пример показывает, что мы отображаем данные, легенду, какой-то стандартный набор инструментов, плюс скачивание данных в файловой базе геоданных, а растры в гриде. Ezra Grid. Другой пример. Отображение данных реального времени. Опять же, у этой индонезийской компании. Они показывают с помощью WebBuilder данные реального времени, где у них находятся самосвалы. И также получают некоторую статистику по работе. с определенных систем. И тут шторка, они с облаками точек это сравнивают. То есть тоже, опять же, создано готовыми виджетами, которые есть внутри конструктора. И, конечно же, наши пользователи из компании CastSync, они, мне кажется, одними из первых начали активно использовать WebBuilder. До этого у них была кастомная разработка. Но они поняли, что с нею они не могут подстраиваться под меняющиеся условия их системы. И они перешли на конструктор веб-приложений, куда могут самостоятельно добавлять необходимые инструменты. И вот здесь, например, они делают запросы к пространственным данным по нескольким параметрам, чтобы находить необходимые для них территории в соответствии с их алгоритмом работы. По WebBuilder также будет мастер-класс, если хотите эту технологию изучить более подробно, 25 октября. 3D на геопортале – это отдельная большая тема. Можно отображать лидарные данные, результаты моделирования, что мы сейчас посмотрим выполнять измерения. И это сейчас работает не только на веб-устройствах, но и доступна поддержка отображения 3D на мобильных устройствах. Это достаточно интересно, что мы можем на нашем мобильном устройстве уже свободно просматривать трехмерные данные. Давайте посмотрим некоторые примеры. Вот это данные из беспилотника, это так называемый 3D-мэш, псевдореалистическая съемка. Кроме того, что мы можем просматривать, это относительно общего рельефа, который у нас есть на территории. Мы можем также делать измерения, как я уже показывал, площади или высоты и так далее. Облака точек. Также мы можем просматривать. Вот это облака точек. Их огромное количество, они в оптимизированном виде хранятся. И мы их можем не просто просматривать, но также и менять их стиль отображения. Например, перекрасить по высоте и задать им определенные значения. Потому что меня интересуют с определенной высоты, и я сразу вижу, где эти значения находятся. Вот, как-то так. Мне подсказывают, что у меня времени уже мало остается. Еще парочку примеров покажу быстренько. Конструктор панелей мониторинга Operations Dashboard. Тоже интересная функция. Возможность отображения большого количества параметров в виде диаграмм и вместе с ним картой. Также по этой технологии будет мастер-класс. Кому интересно, она есть внутри портала. Это технология. Вы можете конструировать такие панели мониторинга. И отдельно новая функция 10.6.1, о которой мы будем рассказывать, это так называемые сайты. Когда мы можем большое количество наших разнообразных данных на портале объединить в фокусные сайты и сделать пользователям более понятный веб-интерфейс с описаниями, с видео и в том числе с геоданными. То есть мы генерим фокусные сайты. И вот, например, Государственная геологическая служба штата Невада создала такой сайт общедоступный, где можно быстро найти геологические данные. Они разбиты по категориям. Видно, на какие территории она доступна. И это функциональность портала. И вы можете такие сайты самостоятельно создавать. Это очень легко, без программирования. Вот так такая коллекция экосистема приложений позволяет решать самые разнообразные задачи. Очень бегло, но, надеюсь, понятно и наглядно. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Константину. Спасибо, Константин, за очень интересный доклад. Добрый день, коллеги. Евгений, вот сейчас мы смотрели вашу презентацию. Очень интересная она была. Один такой вопрос. Простите, пожалуйста, представьтесь, будьте добры. Казбек Ирлибаев, комитет геологии и недропользования Казахстана. Там вопрос, значит, по методам криптозащиты что-то предусмотрено, либо вопросы по информзащите, по информбезопасности в целом. Смотрите, ваши данные хранятся на вашем сервере. То есть Argus Enterprise это то, что устанавливается на вашем сервере. Передача данных. Передача данных шифруется, то есть это передается по HTTPS протоколу. Соответственно, вы можете дополнительно выпустить, сделать доступ только по VPN. Но, в принципе, весь трафик в веб шифруется с использованием HTTPS. Плюс у нас на выставке есть наши партнеры в МВАРе. Они предлагают специализированные решения для защиты данных, включая данные на мобильных устройствах. Если вас эта тема интересует жесткой защитой, включая данные на самом устройстве, которые передаются, можно к коллегам нашим обратиться. Они расскажут, как это может быть реализовано сторонними средствами. Сам Argus умеет передавать трафик в зашифрованном HTTPS протоколе. У меня есть небольшой вопрос. Касательно языка аркада. Расскажите, пожалуйста, в чем его особенность, в чем необходимость была вводить новый язык помимо Python и насколько у него сложный синтаксис? Хороший вопрос. У аркады язык, схожий на самом деле с Python. Он очень прост в освоении. Большое количество примеров уже зря опубликовано. Его необходимость… Почему его вводили? Есть ряд ограничений использования Python, в том числе с точки зрения безопасности. И необходим был некоторый собственный встроенный язык, который бы поддерживался на уровне всей платформы. То есть аркада сейчас поддерживается в Argus Pro, настольном продукте, Argus Desktop. Дальше вы настроенные правила можете публиковать на Argus Enterprise, они автоматически подхватываются в Argus Enterprise. Соответственно, эти продукты работают взаимосвязанно, и функции аркады здесь переходят от одного продукта к другому. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за презентацию, очень интересно. Скажите, у вас на экране было целое множество новых или относительно новых продуктов. Каким образом они лицензируются? Все ли они соотносятся с Argus Enterprise полностью? Давайте я выведу этот слайд. Вот это все приложения, которые входят в Argus Enterprise, и только два из них помечены звездочкой, что означает приобретение дополнительных лицензий. Кстати, про них я не рассказывал. Это навигатор for Argus, это навигация по собственным данным. То есть вы запускаете навигатор, он ведет вас к вашему зданию, к вашему скважине. Это приложение лицензируется дополнительно. И приложение для разведывочного анализа данных, это бизнес-аналитика, преимущественно применение, Insights for Argus, тоже дополнительные лицензии. Все остальные это стандартные продукты Argus Enterprise. То есть если у вас есть Argus сервер, у вас есть Portal for Argus, вы получаете некоторое количество пользователей-администраторов и неограниченное количество пользователей на просмотр. Соответственно, все они получают доступ либо к результатам работы, либо пользователи с максимальным набором прав могут создавать эти различные варианты приложений. Спасибо.